Цветной бройлер Цветной бройлер – одна из самых популярных разновидностей домашних птиц. Это мясо-яечная курица, которая отличается своими особенно быстрыми темпами роста. В раннем возрасте вес цыпленка может прибавляться по 50-60 грамм всего лишь за один день. Внешне распознать этих птиц позволяет такая характеристика – широкая и сильная грудная клетка, вытянутая по сравнению с другими породами. Туловище – сильный скелет, чтобы удержать вес и развитая мускулатура. Содержание бройлеров полностью оправдывает себя, ведь за один год курочка обеспечивает своим хозяевам более 30 десятков яиц. Для сравнения следует указать, что другие домашние птицы дают по 16-20 десятков яиц. Не может не радовать хозяев и мясная прибыль от цветных бройлеров. В три месяца эта птица весит уже 800-900 грамм. Важно! Максимальный вес, который может набрать птица, составляет 6 килограмм для петушков и 4 килограмм для курочек. Это не единственное преимущество цветных бройлеров. Размножает их благодаря большому содержанию именно белого мяса, быстрому росту цыплят, большой производительности – одна курочка. В период с марта по октябрь может воспитать до 200 птенцов. Созревание молодых происходит одновременно, что позволяет спланировать хозяину их системное размножение и общий забой цветные легко адаптируются к пище и среде, потому выживаемость таких птиц составляет до 96-98%. Что касается качества мяса птицы, то для него наибольшее значение имеет питание и птицы климатическая зона размножения. Чем больше внимания получат от своего владельца бройлеры, тем больше и будет их благодарность. Основные породы цветных бройлеров лучшие породы. Мастер, гриз или французский бройлер, в отличие от большинства других пород, это имеет серо-белое оперение. Птицы вырастают большими, могут набирать в весе до 5-7 кг. Выращивание породы не требует много усилий, птицы могут размещаться как в курятниках, так и в клетках. Забой можно проводить уже в 2 месяца. На этот период взрослый бройлер должен весить примерно 2,5 кг. Неплохо несется французский бройлер, куры начинают давать яичную прибыль в возрасте от 4 месяцев. Общее количество яиц от одной курочки составляет 300 штук. Французский имеет высокий процент выживаемости, более 98%. Красный бройлер Redbro порода выведена в Великобритании, но в наибольшей степени в наше время выращивается во Франции и США. Как становится понятной с самого названия породы, она имеет красноватый цвет и рев. Птицы сравнительно большие по размеру, имеют массивную голову и крепкий скелет, развитую мускулатуру. Красный бройлерный вид кур имеет хорошую яйценоскость. По меньшей мере 160, а то 300 яиц приносит взрослая курочка в год. Кроме этого, Redbro неприхотлива к питанию и условиям обитания. Быстро привыкают к среде, устойчивая ко многим вирусам и бактериям. Куры Redbro бройлер Сасса порода выведена французскими селекционерами, в специализированной тематической литературе и она часто называется Сасса XL551. Куры Сасса отличаются небольшим ростом и размером головы, но широкой грудиной и крепкими ногами. Клюв у птиц небольшой, лапки и кожа имеют желтоватый окрас. Вес взрослого петуха может достигать до 7 килограмм, курица 4 килограмма. Порода нетребовательна в уходе и имеет хорошее производство. Куры Сасса обладают хорошим иммунитетом к большинству инфекционных птичьих заболеваний. Нейк и денек в других источниках галашейны. Распознать представителей можно по их красным и голым шейкам. Впервые активно разводить этих цветных бройлеров начали в Венгрии, Германии и Румынии. Хотя столько мяса, как Сассы, они не дают, однако их называют лучшими хозяйственными курами. Вес взрослого петуха составляет до 3,5-4 килограмм, курица 2,5-3 килограмма. Предпочтение этой породе фермеры отдают за ее яйценоскость. Яйца таких бройлеров крупные, весом до 60 грамм. За один год курочка приносит своему хозяину по 150-165 яиц. Интересно, не пугают галашеек морозные зимы. Они неприхотливы в уходе и еде. Куры триколор трудно не отличить птиц триколор от других пород домашних курортов. Такие имеют небольшую голову, однако сильную шею. Они невысокого роста, их тело вытягивается в основном горизонтально. Крепкие лапы и характерный для мясных пород скелет позволяют птицам уверенно держаться на ногах. Порода кортриколор имеет разноцветную окраску, благодаря чему получила такое интересное название. Как правило трехцветный окрас это красный, черный, серый или желтый цвет. Однако могут сочетаться между собой и другие три оттенка. Колор во взрослом возрасте весит примерно 5-5,5 килограмм. Начинают нестись курочки в возрасте 5-5,5 месяцев. Некоторые хозяева могут похвастаться сбором до 300 яиц в год. Единственным минусом этих цветных можно назвать их непереносимость морозов. Держать птиц лучше при температуре от 10 градусов тепла. Другими интересными и ценными породами цветных бройлеров следует назвать мастер, грей, фокси, щик, венгерский пеликан, карнуэльские куры. Порода кортриколора особенности выращивания. Правильное выращивание птиц предусматривает заботливый выход и качественное своевременное кормление. И первое и второе имеют прямое влияние на качество мяса и вес бройлеров, поэтому этим моментам нужно уделить больше внимания. Уход за птицами важное условие для удачного набора веса и размножения, отсутствие скученности. Этого не воспринимает цветной бройлер. Описание породы указывает, что на 1 квадратный метр птичник оптимальное количество цыплят 10 штук. Цветных кур можно держать и в клетках. Что касается температуры, то с первых дней жизни цыплят лучше всего подходит плюс 25. После 10 дней можно этот показатель опустить до 22-23 градусов со знаком плюс, через неделю снова на несколько градусов меньше. Важно! Ни в коем случае нельзя допускать сквозняков. Цветные бройлеры могут плохо видеть, поэтому фермеры с опытом в разведении кур советуют обеспечить хорошее освещение кормушки. Подстилку для кур можно выполнить из соломы или опилок. Избежать заболеваний цветных бройлеров удастся в том случае, если поддерживать в курятнике чистоту и всячески избегать влажности. Если были замечены хотя бы малейшие нарушения в развитии птиц, кашель, недобор веса или, наоборот, ожирение, проблемы с ногами или глазами, следует обратиться к ветеринару. Самостоятельно вряд ли удастся поставить правильный диагноз. Питание цветных бройлеров лучшим вариантом пищи для кур под забой является коммерческий готовый корма. Такие, как правило, уже содержат все необходимые микроэлементы, витамины, которые так нужны цыплятам. Пропорция, количество калорий в них уже рассчитаны, потому хозяину стоит только отсыпать нужный объем пищи на свое количество пернатых. Также сбалансированные блюда можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно смешать следующие компоненты. Дирта оса 90-110 грамм. Дирта кукурузы 390-410 грамм. Дирта ячменя 45-55 грамм. Дирта пшеницы 190-205 грамм. Пекарские дрожжи 1,5-2,5 грамм. Творог до 150-180 грамм. Муки рыбного или костного 55 грамм. Жмаха из подсолнечника 140-145 грамм. Рацион для бройлеров. Все эти ингредиенты нужно тщательно перемешать. Выдавать нужно, в соответствии с возрастом, по 10-30 грамм на одну курочку. Для того, чтобы бестро окреп скелет птицы, ей нужен кальций. Получить такой бройлер может с куриной скорлупы, ракушек, мела. В возрасте от одной недели можно давать цыплятам также картофель, крапиву, зелень, овощи, семечки в небольшом количестве, капусту. Туда же можно тереть репу, тыкву, свеклу. Перед подачей блюда можно не сильно греть. Никогда не рекомендуется цветным бройлерам давать рис, гречку или любую другую крупу в сыром виде. Часто задаваемые вопросы, когда забивать цветных бройлеров, чаще всего забивать цветные куры, бройлеры опытные фермеры рекомендуют в возрасте 80 дней. Однако такая норма не является обязательной. В целях рентабельности некоторые предприниматели советуют осуществлять забой, когда вес птицы увеличится до 2,5 килограмм. Почему бройлеры не становятся на ноги? Как правило, в возрасте 3 недели у многих цветных бройлеров начинаются проблемы с ногами. Они мало передвигаются, больше останавливаются на месте. Проблема, скорее всего, кроется в некачественном корме или несоблюдении правил рационального кормления для птиц этого вида. До 21 дня мышечная масса бройлера развивается особенно интенсивно. Сам скелет не успевает в развитии, потому не выдерживает такой нагрузки. Предупредить проблему можно, если своевременно измерять вес птицы. Технологию светового режима нужно применять, если цыпленок в возрасте 14-16 дней весит на 100 грамм больше, чем его норма. Бройлеры падают на ноги Почему бройлеры плохо растут? Хотя бройлерный куриный сорт отличается быстрой прибавкой в весе иногда хозяева. Жалуются на то, что птицы очень медленно растут. Причин может быть несколько. Хозяин не обеспечил оптимального температурного режима для своих подопечных. Некачественное питание, которое обеспечивает в организме птиц дефицит белка. Как следствие, бройлеры худые, однако длинные. Территория слишком большая для породы, потому цыплята много гуляют и теряют вес. Прилагая немного заботы и усилий, каждый хозяин всего за несколько месяцев сможет заполнить свой холодильник высококачественным белым. Птичьим мясом, яйцами, еще получат целый выводок цыплят для выращивания на следующий год. 0.0 VOT ARTICLE RATING Редактор субтитров А.Семкин